Граждане Молдовы смогут ездить в Израиль без ограничений до конца этого года. Тель-Авив, который планировал ввести электронные разрешения с 1 августа, решил отложить эту меру до 1 января 2025 года. Об этом нашим корреспондентам сообщил посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман. Из-за войны Израиль ранее объявил, что с 1 августа этого года откажется от режима свободного передвижения с рядом государств, в том числе с Республикой Молдова. Введение обязательного электронного разрешения на въезд в страну готовилось, но иностранные дипломаты в Израиле выступили единым фронтом, сумев убедить власти Тель-Авива ввести ограничения позже. Хорошей важной новостью для граждан Молдовы является то, что этот режим не вступает в силу с 1 августа 2024 года. Вступление в силу отложено до 1 января 2025, то есть на 5 месяцев, и это очень важно для нас. Нам удалось вместе с другими государствами добиться возможности отсрочки этого нового режима, и мы рады, что нашим гражданам не придется проходить эти новые формальные процедуры. Таким образом, молдаване, планирующие приехать в Израиль после 1 января 2025 года, должны будут прежде всего оформить электронные разрешения на поездку, стоимость которого составит 25 израильских шекелей, что эквивалентно примерно 120 молдавским леям. Посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман утверждает, что Республика Молдова готовит ответную меру для граждан Израиля, которые посетят нашу страну. Республика Молдова обязана ввести аналогичные меры, поскольку это новое решение создает определенные препятствия для наших граждан. По данным нашего посольства в Тель-Авиве, хотя в Израиле идет война, там все еще трудятся около 14 тысяч молдавских граждан. Половина из них мужчины, работающие в строительстве, и еще 5 тысяч женщины, которые ухаживают за домохозяйствами.